Итак, начинаем. Сегодня мы поговорим об инструменте, который появился недавно у нас в кабинетах. Это новый инструмент, то есть новый и дополнительный инструмент для работы со своими клиентами. Client Relationship Management System, CRM. Давайте начнем с самого начала. Это где найти в кабинете Upline. Если вы заходите в свой кабинет по ссылке, то нажимаем слева сверху на ссылку партнерам. И здесь находится в самом низу Upline ссылочка. И вторая возможность это нажать на вот этот баннер по центру, который в режиме слайд-шоу. Баннер меняется, либо сюда нажать. То есть можно увидеть, что можно зайти через этот баннер. Есть два способа. Все зашли в кабинет. Так, кто-то что-то пишет. Сейчас посмотрим. Так, сейчас меня хорошо слышно. А если у вас есть вопросы, пишите в чате. Я на них чуть попозже отвечу. У Галины вопрос. Напишите Галину вопрос свой. Я попозже тогда отвечу на него. Так, поехали дальше. Ну, начнем с того, что я в Skyway Capital уже более трех лет. Работаю активно со Skyway. И с недавнего времени, когда появился Upline, мы начали его тестировать. Сейчас в режиме тестирования находится. И я буду обучать. Я буду вести вебинары каждый четверг в одно и то же время. И будем пошагово рассматривать, как работать с Upline. И еще буду немного рассказывать, для чего придуман Upline. для как с ним работать. И буду немножко рассказывать о сетевом маркетинге. То есть весь его смысл. Так, кто-то что-то написал. Сейчас. Так, да, сейчас я вижу. Да, погромче можно. Так. Я надеюсь, уже меня лучше слышно. Так. Ну, поехали. Ну, начнем с того, что я вам расскажу, зачем был создан Upline. Это инструмент для сетевого маркетинга. И чтобы понять, как работает Upline, я немножко углублюсь, ну, не так сильно, а немножко углублюсь в MLM-систему, откуда последует несколько выводов, благодаря которым вы сможете гораздо больше и глубже понять, зачем нужен Upline. Ну, первое, вот я вам расскажу про мировую статистику. Мировая статистика MLM показывает, что вот есть такая формула 10-7-4-2. А теперь ее расшифруем. Допустим, вам 10 человек скажут, ну, вы обзваниваете людей, и 10 человек вам скажут, что они придут на презентацию, то есть выслушают вас. Реально придут на презентацию только 7 человек, то есть трое по разным причинам, то есть разным постмаржором забыли, еще куда-то уехали. То есть трое не придут, реально придут только 7 человек. Из этих 7, 100% дослушают 4. То есть кто-то скажет, он это слышал уже, кто-то скажет, мне неинтересно, я не буду это слушать дальше. То есть 100% 4 человека вас дослушают. И только двое у вас купят. Купят, и какой-то процент из них станет вашим партнером, то есть станет дистрибьютором и начнет работать, то есть активно начнет работать. Что эти цифры говорят нам? Вот эта статистика, какие можно сделать отсюда выводы? Первый вывод, это то, что чем больше презентаций вы проведете, тем больше человек купит то, что вы презентуете. То есть, если, например, будет 1000 человек, то 20% это 200 человек, то есть 20% конверсия. То есть, у вас купят 200 человек из 1000. Это средняя конверсия по миру. Это взят все сетевые компании. Это средняя статистика. Какие еще отсюда следуют выводы? Также, помимо того, что есть огромная ошибка, это ошибка новичков, это ошибка даже опытных сетевиков, это то, что все ищут вот этих двух, которые купят. То есть, когда составляются списки, они составляются с тем учетом, что новички в сетевом маркетинге предполагают, что данные люди, возможно, приобретут этот продукт и делят весь свой список знакомых на группы. Это большая ошибка. То есть, они ищут вот этих двух. И будут, например, из 100 человек или из 200 человек найдут человек 20, которые потенциально купят, обработают эти 20 человек. У них купят 2-3 человека. И новичок говорит, все, у меня не получается. Смысла работать дальше нет. Как правильно расшифровывать эти цифры, эту статистику? Все просто. Не искать, ни в коем случае не искать этих двух людей, которые купят, а обрабатывать, работать со списком знакомых. Просто работать со списком знакомых. То есть, не делить их на группы, а просто-просто работать. То есть, грубо говоря, отрабатывать статистику. Мы со своей структурой... Было одно собрание, на котором приехал из одного города к нам наш партнер с нижней линии. И я решил ему показать такой вот пример на этой формуле, как он обрабатывает и сколько он при этом зарабатывает. Было такое, что... Было проведено 80 презентаций и было заработано 15 тысяч долларов. Я ему сказал, раздели 15 тысяч долларов на эти 80 презентаций и сколько в результате стоила твоя одна презентация. Он посчитал, это оказалось 187 долларов. 187 долларов одна презентация. Каждая презентация ему приносила деньги. Так вот, если вы разделите все свои проведенные презентации на количество... То есть, количество заработанных денег вы разделите на количество презентаций, вы получите, что в среднем вам приносит каждая презентация деньги. Каждая презентация вам приносит деньги. У кого-то это 100 долларов, у кого-то это 50 долларов. Есть люди, у которых 1000 долларов за одну презентацию. Любая проведенная презентация, даже неудачно проведенная, она приносит деньги. Так что делают новички? Они концентрируются на этих двух, проводят несколько презентаций и сливаются. То есть, видят, что это те люди, которых они предположили, не работают. То есть, не покупают, им не нравится. Что предлагаю я? Это первое. Это концентрироваться на списке знакомых, не делить их на группы, а отрабатывать статистику. Потому что каждая ваша презентация приносит деньги. И еще один очень важный вывод из этой формулы можно сделать. Это чем больше людей вы проработаете за меньшее количество времени, тем потенциально ваш заработок увеличится в разы. То есть, чем больше презентаций вы здесь проведете, то есть, вас выслушают, узнают о SkyWay, тем больше вероятность того, что у вас этот продукт купят, то есть, подпишутся. Так вот, если идем к оплайну, то есть, с этим выводом, то я вам расскажу как раз, как делают 90% новичков. Это, вот я взял в среднем 200 контактов. Ну, у среднего человека старше 20 лет, в среднем 200 контактов. Естественно, у кого-то там может быть 500, 1000, я взял среднее. Если новичок по классике делает за 2 недели в среднем, это 15 презентаций, то максимально, что может сделать новичок. И вот средняя конверсия, он идет вместе с верхней линией. Если конверсия будет 20%, то это будет 3 продажа. Если средняя продажа будет приносить, скажем, 100 долларов, то есть, пакет, который купят клиенты, эти трое, каждый по 100 долларов, то есть, мы 15% зарабатываем, 15% это 15 долларов со 100, и 3 на 15 это 45 долларов доход. И если посмотреть на затраты ресурсов, ресурсов, звонки и презентации, то есть, звонок и встреча. Встреча проходит в среднем, ну, полтора часа. Первое, это приехать, уехать. Вот, какие расходы еще ресурс? Это денежные, это в среднем 5 долларов, где-то это на бензин, на транспорт, приехать, уехать, чай, кофе. И повторная встреча, это уже закрытие сделки. Это вот примерно 5 часов, то есть, ответы на вопросы, и также потребуется по 5 долларов на каждую, то есть, 25 долларов тратит новичок. Итого прибыль в первый месяц 45 долларов, минус 75 долларов, минус 25 долларов, итого минус 55 долларов в первом месяце. Новичок это видит. то есть, доходов нет, есть расходы. Вот, естественно, потом ему окупается, но самое важное, что количество презентаций всего проведено 15, и 90% новичков после этого уходят, к сожалению, не понимая и не раскрывая для себя все возможности сетевого маркетинга. А что предлагаем? Предлагает Аплайн. Это за 2 недели можно сделать 200 презентаций, то есть, можно 200 людям отправить как раз все эти контакты, проработать. Если конверсия будет ваша, то есть, у каждого она будет своя, если ваша конверсия будет 10, то это будет 20 продаж. доход с 20 продаж по 15 долларов в среднем. Если вы заработаете с каждого клиента, это будет 300 долларов. Здесь можно увидеть затраты ресурсов, какие вы потратите. То есть, если потратите на звонок плюс отправку презентации примерно 5 минут, то в результате чуть-чуть плюс-минус 5 минут, то примерно 16 часов потратите. Потратите денежные ресурсы, это в среднем это 15 долларов в месяц расходы. Затраты на повторный контакт здесь больше, потому что больше потенциальных заинтересованных, то есть, где-то в среднем полчаса на каждого человека, плюс приехать, уехать. То есть, это где-то 20 часов. И затраты на ресурсы здесь тоже 5 долларов, то есть, 20 на 5 это 100 долларов. Итого 300 долларов минус 15 долларов минус 100 долларов. Новичок имеет через 2 недели доход в 185 долларов. То есть, это первый месяц, скажем так. Это при том, что если ваша конверсия будет 10%. Это будет зависеть от того, насколько вы умеете общаться с людьми. Так, перейдем к аплайну. Как же работать с аплайном? Вот еще самый важный момент хотел сказать. Аплайн это не замена классической презентации и встречам. Нет, ни в коем случае. Это дополнительный инструмент, для работы со своей структурой, с первой линией. Это первая очередь. Второе, это для работы с новичками. Те, кто уже новички поработали, какое-то количество презентаций, там 15-20 провели и ушли. То есть, их можно встряхнуть, вернуть и проработать остальные их контакты. То есть, это ресурс, который можно задействовать, проработать. И третье, это для лидеров, для работы со своими лидерами. И следующее, как работать саплайн. Здесь мы по шагам, по шагам пройдем, это, первое, это проходим тренинг, как работать саплайн. Следующий, это шаг, это мы вбиваем контакты, пока это ручками вбиваем, а далее это будет импортация контактов, то есть, это телефонные, имейлы, будет импорт организован. Далее это обзваниваем, после того, как забили контакты. Следующий шаг, мы отправляем презентацию. После отправки презентации, когда мы до презентации еще обзванили, мы договорились о повторном контакте, что через день-два вы позвоните и узнаете, что человек думает об этом. То есть, когда этот повторный контакт нужно проводить, рекомендация такая, что не позже, чем два дня. То есть, через два дня человек уже забудет об этом и будет не до вас. Поэтому не дольше, чем два дня. Это повторный контакт. И при повторном контакте вы договариваетесь, лучше это встречи договориться, то есть, на какие-то вопросы ответить и завершать сделку. Либо регистрировать и помогать выбрать пакет или оплатить. И следующий шаг это дубликация. Дубликация это когда вы делаете сами, то есть, вы лидер, то и ваша нижне стоящая линия тоже делает то же самое, то есть, дублицирует вас. И по каждому шагу мы сегодня пройдемся. Я буду показывать, куда нажимать и что в результате будете получать. И вместе будем это делать. То есть, я буду ждать вас, показывать вам ждать вас. делаете и так будем идти шаг за шагом. Так, я вижу у кого-то есть вопрос. Нет, это не вопрос. Так, ну давайте так, вопросов пока нет. Давайте перейдем к оплайн. когда вы зайдете на оплайн, у вас сейчас есть немножко времени, заходите в кабинеты, на главной странице вы увидите меню, если хотите ознакомиться, что есть что, то можно нажать на кнопочку и начать тур, и вам сразу откроется такое окошечко, где можно ознакомиться с каждым, с каждым пунктом этого меню. Первое, когда вы откроете аплайн аккаунт, первое, что нужно сделать, это нажать на бизнес менеджер, команду, то есть и связать и создать вашу команду, то есть нижнюю линию, верхнюю линию, то есть добавить спонсора, добавить ваших дистрибьюторов личных, нажимаем на бизнес менеджер и команду, и здесь вы можете в почте найти всю вашу команду, то есть в первой линии и добавить. Сюда вписываете почту и добавляете. Следующий шаг, что нужно сделать, это добавить контакты. Нажимаем на контакты с кнопочку ссылку и загружается страничка с контактами. Открываете, я немного подожду. контакты можно увидеть кнопку добавить новый контакт. Добавить новый контакт. нажимаем и здесь мы вписываем имя, фамилию. Допустим Иван Иванов. Здесь мы добавляем язык общения. Добавляем английский либо русский для того, чтобы человеку отсылалась презентация либо на русском, либо на английском. Сюда мы добавляем email человека и сюда вписываем телефон. телефон. Добавлю сюда вписываем телефон. Если мы хотим сразу нескольких людей добавить без нажатия кнопки сохранить, чтобы не ждать долго, то можно добавлять сразу несколько человек единоразово. То есть мы несколько раз нажимаем на добавить еще контакт и нам добавляются строчки, благодаря которым мы заполняем каждый контакт, каждый контакт заполняем и нажимаем на сохранить. То есть мы сразу нескольких людей записывать, то есть это сохраняет времени. Пока удалю лишнее. То есть можно так добавлять как можно больше списки людей, не нажимая на кнопку сохранить, а нажать только уже в самом конце на сохранить кнопку. Контакт успешно добавлен. Вот он появился. Далее контакт добавлен. Нажимаем на наш контакт. Так, вопросик появился у кого-то. Так. Погромче микрофон сделать. Секундочку. Так, сейчас меня слышно? Так уже лучше? Окей, тогда поехали. до этого шага мы дошли. Мы добавили наш контакт Иван Иванов. А теперь мы не написали телефон. можно здесь нажать на кнопочку редактировать и добавить телефон. То есть если что-то забыли дописать, то можно его отредактировать контакт. нажать на кнопочку сейв запомнить. Следующее это как отправить презентацию. Презентацию мы отправляем только после того, как мы дозвонились до человека. то есть чтобы увеличить конверсию, то есть чтобы человек не воспринял нашу отправку по имейлу как спам, мы предварительно звоним этому человеку. Тексты звонков у нас тоже есть. сейчас нажимаем на контакт, нажимаем отправить презентацию и здесь нажимаем направить презентацию и здесь есть вот такая кнопочка текста разговора. То есть это тексты звонков. Нажимаем на текст разговора и здесь уже есть образцы, то есть есть два шаблона, по которому можно уже обзванивать людей до того, как вы отправляете презентацию. Чтоб человек не воспринял, что это спам, иначе будет этот воспринять спам и просто не просмотрит и удалит эту почту и все. Вы предупреждаете, что вы отправите и если вдруг вы захотите свой какой-то шаблон составить, звонка, то вы можете свой шаблончик сделать. Нажимаете вот на эту кнопочку желтенькую внизу, это карандашик, то есть это редактирование и можете удалять, редактировать все, что вы захотите делать. То есть создать свой уникальный личный шаблон. Вот я это не буду сохранять. Можем назвать, если вдруг вы хотите восстановить удаленное, то можно нажать восстановить скрипты, либо просто не сохранять. Допустим вы уже позвонили человеку, предупредили, что вы ему отправите. Какой ваш следующий шаг? Следующий шаг это отправить презентацию после звонка. Отправить презентацию, если вы отправляете на email, то вы выбираете шаблон email, есть темы, какое-что интересное, есть обещанные видео, то есть вы уже договорились, что вы отправите, и здесь соответственно тексты. Вот есть шаблон как идея, и здесь человек видит, что это персонально ему, с его именем приходит email, и то, что это идет от вас. И нажмите здесь, это как раз ссылка презентации. Презентация здесь пока только одна. Презентация Skyway. Посмотреть вы ее можете сами, нажав на глазик нарисованный. Можете нажать и посмотреть эту презентацию сами. Обязательно ознакомьтесь, чтобы знать и понимать, что это за презентация, то есть она 5 минут, 30 секунд идет, чтобы человек, просмотрев презентацию, разговаривая с ним дальше, вы знали, что было в этой презентации. Ознакомьтесь. А если вы хотите отправить, то есть у вас нет email, вы хотите отправить презентацию по социальным сети, сетям, то есть какую-то социальную сеть, вам важно скопировать ссылку, то есть ее сначала создать и скопировать. есть вот та ссылка, которую мы отправляем здесь, она идет по email, и она уже прикреплена. А чтобы отправить социальную сеть какому-то человеку, то есть у вас нет ни имейла, ничего у вас нет. Вы просто заносите сначала первый это контакт этого человека, кому вы хотите отправить, нажимаете на него, открывается все то же самое, нажимаете отправить презентацию, давайте я все снова покажу, как социальную сеть отправить. То есть человек, скажем, вы его записали, но у вас нет его имейла и контакта, вы нажимаете на этого человека, на имя, открываются его данные, нажимаете отправить презентацию, открывается окошко с презентацией, то есть отправить эту презентацию на email, но мы планируем отправить в социальную сеть. Чтобы отправить в социальную сеть, нужно нажать копировать ссылку и нажимаем на кнопочку сгенерировать ссылку, то есть для каждого человека вы будете нажимать на кнопочку сгенерировать ссылку, мне пишут данный пакет больше недействительный, то есть у кого это действительный, те могут нажать на сгенерировать ссылку и здесь в правом верхнем углу появится ссылка скопирована и можете ее дальше копировать одному только человеку, которому вы планируете отправить. То есть для каждого человека эта ссылка будет генерироваться индивидуально, то есть нужно заходить и каждому индивидуально ссылку копировать. Для чего это делается? Это для того, чтобы можно было следить, кто сколько просмотрел, сколько шагов, то есть по отправленной ссылке вы видите, что клиент делал, сколько он открыл, просмотрел презентацию, прошел ли он, на каком шаге находится. Так, у кого-то вопросик. Выдает ошибку. Да, оно выдает ошибку. Выдает ошибку. Какую ошибку? Напишите. Если там необходимо апгрейд, это значит необходима покупка. Покупка аккаунта. Сейчас я покажу, какие действия можно видеть, если человек открывает. Первое, вы видите, когда презентация отправлена данному человеку. Следующее, видите, то есть вы видите всю активность пользователя, когда email открыт, если вы через email отправляете. Следующее, вы видите, на сколько процентов просмотрена презентация, то есть о чем человеком говорить. Просмотрит ли он до конца или просмотрит он наполовину. Далее вы видите, открывал ли он центр ответов, то есть интересовался ли дальше. Далее вы сможете увидеть, открыл ли он аккаунт, купил ли он пакет, то есть все шаги клиентов все видны. также вы сможете с помощью лейблов помечать, что с человеком на какой стадии, что вы уже сделали с этим человеком, с вашим клиентом, встретились ли второй раз, открыл ли аккаунт, сделали ли пакет, приглашали ли на семинар его, отправляли ли материалы, то есть вы можете поставить и контролировать не вспоминая, что сделано человеком, что на какой стадии он находится, вы все это уже проделали и вы видите в автоматическом режиме. Так, я вижу вопросик сейчас. Я им еще не пользовалась. Теперь нет бесплатной версии на месяц. я этот вопрос, спасибо, что задали этот вопрос, я этот вопрос уточню, что кто еще не пользовался, есть ли возможность временной заказать на месяц себе триал период так называемый. Я этот вопрос уточню, спасибо, что задали. И тогда на следующей презентации я обязательно скажу по поводу триал периода, у кого он есть, а у кого его нет. Это следующая презентация 29 числа. 29 марта. Это следующий четверг, в это же время я вам отвечу. Так, презентацию мы отправили. Я надеюсь, все это смогут сделать. если кто-то вдруг у кого-то не получится сделать данные шаги, то вы можете есть видео записанное в ютьюбе. Ссылочку я вам чуть попозже тогда в конце презентации я вам ссылочку отправлю, где вы сможете посмотреть эту презентацию еще раз записанную, которую которая была прошлой, на прошлой неделе, то есть тоже по шагам увидите как куда что нажимать, как добавлять контакты, как обзванивать, как отправлять презентацию на email и как отправлять презентацию в социальные сети. так как же видит человек данную презентацию еще раз вернемся к нашему Ивану Иванову нажимаем отправить презентацию и вот здесь у меня в прошлый четверг был вопрос можно ли показать и просмотреть презентацию вы можете нажать на эту презентацию чтобы просмотреть прежде чем отправлять и был вопрос можно ли будет добавлять сюда презентацию не официальную ответ такой можно ли добавлять пока такой возможности нету если директора одобрят то что добавлять можно ли добавлять свою презентацию то эту функцию добавят и вы можете сами загружать свою презентацию как вы умеете либо какой-то видеофайл который вам больше нравится вы считаете что гораздо лучше вот так этот шаг мы сделали следующий шаг это повторный контакт и завершение сделки то есть после отправки презентации через день-два мы договариваемся обязательно с человеком что мы с ним созваниваемся и когда мы уже ему звоним после отправки презентации мы договариваемся с ним чтобы встретиться желательно конечно чтобы встретиться чтобы он уже был в курсе дела встречаемся с этим человеком и регистрируем его отвечаем на его на вопросы с кем важно еще знать что вторую встречу повторный контакт мы обязательно проводим с тем человеком который умеет ответить на возражение то есть у людей возникают вопросы возражения и важно звонить на повторном контакте с теми с опытными людьми то есть у вашей верхней линии кто уже умеет отвечать если вы уже лидер и умеете отвечать на возражения то желательно помогать это нижней линии то есть обязательно новичок не звонит повторно и не завершает сделку сам это очень важно так у кого-то вопрос возник а какая а можно другую презентацию компании отправить а не ту что у вас загружена вот этот вопрос да уже задавали я уже ответил пока такой возможности нет если директора одобрит то это будет возможно а у вас какая загружена презентация эту презентацию вы можете просмотреть это сделали для оплайн специально для Skyway сделали 5-минутную презентацию рассказывающую о Skyway о возможностях это можете просмотреть я еще раз покажу где можете посмотреть нажимаем нажимаем еще раз на наш контакт который мы планируем отправить нажимаем отправить презентацию и здесь вот есть такой как глазик нарисован здесь мы на него нажимаем и открывается презентация это для нас открывается презентация чтобы можно было посмотреть ее чтобы можно было ознакомиться перед тем как мы ее отправляем то есть Галина понятно вот здесь вот как посмотреть эту презентацию да 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 Галина это для этой программы то есть для этого инструмента аплайна сделана отдельная презентация специальная презентация это презентация о Skyway о его возможностях да обязательно посмотрите прежде чем отправлять так мы остановились на повторном контакте да важно чтобы когда вы совершаете повторный контакт вы делали с лидером который умеет отвечать на возражение если чтобы новичок естественно пока не умеет ответить на все вопросы потому что Skyway материала очень много можно несколько дней недели изучать это вот человек опытный уже может быстро и четко конкретно ответить на каждый вопрос каждое возражение человека а их ой 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 сколько следующий шаг это дубликация это дубликация это когда вы делаете то есть вы работаете системе сетевого маркетинг то есть вы делаете определенную работу по технологии по шагам а ваша нижняя линия повторяет за вами то есть она видит что вы сделали шаг 1 шаг 2 шаг 3 получили результат и вы обучаете вашу нижнюю линию и они уже сами умеют первое это делать то же самое что и вы а второе самое важное что они умеют обучать свою нижнюю линию как работать по технологии то есть дубликация это обучение своей первой линии как обучать свою вторую линию то есть как обучать свою вторую линию то есть если вы это научитесь делать в сетевом маркетинге то тогда вы дублицируете себя если вы просто научите свою первую линию работать первая линия будет просто работать если вы научите линию не просто работать а еще обучать как нужно работать своей нижней линии то вы дублицировали себя то есть вы дублицировали во много раз то есть вы себя размножили так если какие-то вопросы сейчас открою чат может какие-то еще есть вопросы у нас сейчас есть немножко времени чтобы я ответил на какие-то вопросы напишите в чате то есть это справа у вас находится чат откройте и там можно написать вопрос надеюсь я стало более менее понятно для чего был разработан upline то есть я в самом начале говорил о статистике я говорил о формуле сетевого маркетинга который позволяет сделать определенные выводы и сделать определенные выводы и сконцентрировать правильно сконцентрировать то есть фокусироваться правильно то есть чем больше презентации вы проведете тем больше у вас возможностей потенциала что ваши клиенты у вас и купит то есть нужно ли искать тех людей которые купят не нужно вот не нужно просто не нужно искать людей которые купят нужно просто как просто делиться этой информации что для меня было важно это как я рассказывал о skyway это я делюсь этой информацией то есть я фокусировался на том что я делюсь я ничего не продаю вот я ничего не продаю я делюсь этой информации и это моя обязанность поделиться этой информацией рассказать о skyway и оплайн позволяет кратчайшие сроки проработать огромное количество людей огромное количество людей и еще раз напомню что это не замена ни в коем случае не замена классическому подходу то есть классических презентаций не замена почему еще здесь очень важно оплайн именно сейчас использовать именно сейчас потому что все меньше и меньше времени остается до входа в корневую компанию и строительство своей сети еще остается очень мало времени до смены дисконта как мы знаем 11 апреля смена дисконта очередная то есть нужно как хочется большим людям рассказать о времени ой как мало поэтому используя систему оплайн можете быстро как сказать поделиться можно быстро поделиться этой информации о skyway поделиться со всеми вашими знакомыми так я вижу у кого-то вопрос возник так как-то так секундочку я вижу вопросы есть так как его открыто так специальная презентация отвечал если я покупаю пакет на полгода то сделать апгрейд не могу надо потом опять полгода покупать вы можете купить на полгода и вам пока достаточно будет этого времени чтобы обработать максимальное количество этих людей то есть пока этого вам будет достаточно а какие результаты уже уже у партнеров есть используешь этот сервис много ли партнеров пользуется сколько партнеров пользуется я пока не могу сказать об этой статистике сколько пользуется оплайном эту статистику а я узнаю то есть это мне нужно задавать задать вопрос и тогда на следующий четверг я могу сказать сколько партнеров пользуется какие у кого конверсии мы сами процессы тестирования сами находимся то есть я сам работаю сетевого skyway и я тоже тестирую вот и сейчас необходимо максимально сконцентрироваться на том распространить эту информацию то есть рассказать о skyway и мы используем оплайн для этого как самым эффективный как сказать эффективные распространению skyway инструмент это дополнительный инструмент еще раз напомню так так что я и узнаю этот какая какая конверсия у людей какие результаты так кто-то руку тянет так царика его байрта а напишите какой у вас вопрос есть напишите вопрос ваш а если вы откроете чат вы сможете либо в questions зайти и написать вопрос напишите ваш вопрос я на него отвечу так оплайн но не успели воспользую мы можем на данный момент ей пользоваться бесплатно а был был добрый вечер а как быть если мы активировали программу оплайн но не успели воспользоваться мы можем на данный момент ей пользоваться бесплатно а пока вот те кто уже активировали там было временный период от реал период бесплатный это было 30 дней те кто не успел воспользоваться я знаю точно что пока лишились этой возможности те кто еще не успел воспользоваться триал периодом бесплатным я этот вопрос уточню по поводу триал периода у кого какие сейчас есть возможности будут ли какие-то продления делать вот хороший вопрос задали вот а следующая у нас презентация будет 29 марта в это же время то есть это будет 20 00 по москве то есть это 8 часов вечера по москве будет также я буду обучать рассказывать отвечать на вопросы то есть я обязательно узнаю всю информацию все вопросы которые вы задали вопросы я отвечу вот возможно новые возникнут я еще раз покажу как пользоваться то есть по шагам далее я надеюсь чуть больше расскажу про сетевой маркетинг на чем следует фокусироваться я расскажу про дубликацию в чем фишка дубликации в чем сила сетевого маркетинга и дубликации и расскажу почему не многие люди то есть не не все почему не все я скажу так почему не все работают сетевом маркетинге есть есть это очень важное понимание нужно его прояснить почему не все люди работают сетевом маркетинге вот таких моментах я расскажу дальше это на следующей презентации 29 марта вот на сегодня я закругляюсь можно будет останавливать видео а данный вебинар идет запись и вы сможете если у вас что-то не получилось сможете посмотреть это в ютьюбе ссылочку обязательно я отправлю да я кстати обещал ссылочку вам по поводу где посмотреть данный вебинар так сейчас я скопирую так и вот по данной ссылочке я в чате отправил по данной ссылочке можно будет посмотреть а прошлый вебинар я тоже пошагово рассказывала о том как пользоваться и рассказывал про сетевого маркетинга совсем немножко рассказывал такие основные понятия вот я бы на следующий вебинар я бы хотел немножко побольше об этом рассказать и углубиться чтобы было больше понимание больше понимания и больше фокусировка чтобы было основные такие моменты да спасибо всем за внимание на сегодня да мы заканчиваем закругляемся да благодарю всех до свидания до следующего четверга так он